В Венеции круизный лайнер врезался в туристический теплоход и в причал. Как сообщается, судно потеряло управление при швартовке. На теплоходе четыре человека получили телесные повреждения, двоих из них доставили в больницу. Столкновение произошло на канале Джудека, который ведёт к площади Сан-Марко. Лайнер опера принадлежит компании MSC Cruises. Он 275 метров в длину и 54 в высоту. На его борту было 2697 пассажиров. Как сообщили сотрудники службы спасения, лайнер, по всей видимости, утратил контроль из-за того, что порвался стальной трос, которым он был привязан к буксиру. После инцидента в городе возобновились протесты против движения крупных судов по местным каналам. Многие местные жители говорят, что не удивлены произошедшим. «Это позорная ситуация. Но им всё равно повезло. Последствия могли быть и хуже. Это проблема. Но полгорода зарабатывает за счёт этих круизных лайнеров. Раньше они говорили, что постепенно уберут эти лайнеры. Теперь же после этого происшествия они сделают это немедленно». Для Европы это уже второй крупный инцидент с туристическими судами за неделю. Так, 29 мая в Будапеште на реке Дунай круизный лайнер столкнулся с прогулочным судном с южнокорейскими туристами, в результате чего оно перевернулось и затонуло. Подтверждена гибель семерых человек, ещё 21-го продолжают искать. Предполагается, что они тоже погибли. В крупнейшем районе трущоб Каракаса хоронят 11-летнего Эрика. Он умер от респираторных проблем, вызванных раком желудка. Эрик проходил лечение в главной педиатрической больнице столицы Венесуэлы. Однако последние шесть месяцев он не получал необходимых медикаментов. Его мать говорит, что причина в нехватке лекарства и оборудования по всей стране. «Мой сын очень страдал. Он ждал пять месяцев донорского костного мозга для трансплантации. Пожалейте тех детей, которые страдают в больнице. Ни одному ребёнку там не хватает лекарств». В течение шести лет кризиса экономика Венесуэлы сократилась более чем в два раза. Это повлекло за собой крах системы здравоохранения. И дети заплатили за это особо высокую цену. В последнее время в этой больнице помимо Эрика умерло ещё трое детей. Все они ждали трансплантации донорского костного мозга, которую должны были проводить в Италии. Это программа 2010 года, которую спонсировали власти страны. Согласно ей, для пациентов должны были покрыть расходы на дорогу и сами операции. Президент Николас Мадуро говорит, что причина кризиса в американских санкциях и блокаде границы. Однако родители маленьких пациентов с этим не согласны. «Президент говорит, что Венесуэла оказалась в блокаде. Но до этой блокады ситуация была такой же. Почему они винят блокаду, говоря, что именно она создаёт нам помехи? Я не понимаю. Мадуро говорит, что денег нет. Но у него есть деньги на покупку оружия, униформы, а не на будущее Венесуэлы и нормальные больницы». Смерть детей вызвала большой общественный резонанс в стране. Газеты пестрят гневными заголовками, оппозиция требует расследования, а неправительственные медицинские организации призывают оказать детям помощь. Исследования показывают, что смертность среди венесуэльских детей до пяти лет с 2000 года увеличилась на 40%. Однако нет никакой статистики о том, сколько из них умерло от онкологических заболеваний. Соединённые Штаты, ведущие торговую войну с Китаем, должны наложить на Пекин санкции за заключение в лагеря примерно одного миллиона уйгуров в их регионе Синьцзян. На этом настаивает правозащитная организация Human Rights Watch. Администрация Трампа ещё в конце прошлого года сказала, что, возможно, введёт ограничительные меры в отношении синьцзянских чиновников, включая партийного лидера региона Чэнь Цюаньго. Однако, пока санкции не ввели. «Американская администрация готова наложить серьёзные экономические санкции, но она затягивает с санкциями за серьёзные нарушения прав человека». Правозащитники говорят, что власти Китая содержат в заключении более миллиона этнических уйгуров и мусульман других народностей. В марте китайские чиновники заявили, что людей помещают в так называемые центры профессиональной подготовки. Однако, свидетельства многих очевидцев говорят о том, что это обычные тюрьмы. В этом месяце Human Rights Watch опубликовала отчёт под названием «Алгоритмы репрессий Китая». В нём проанализировали новую систему видеонаблюдения, которую внедряют по всей стране. В ней используются технологии распознавания лица, и они уже позволили полиции произвести много арестов. «Власти в настоящее время разработали систему наблюдения, которая собирает огромные объёмы информации с помощью алгоритмов и методов, о которых люди не знают и которые не могут оспорить. И это фактически криминализирует совершенно законное поведение». Группа активистов призывает 47 государств-членов Совета ООН по правам человека привлечь Китай к ответственности за злоупотребление на его трёхнедельной сессии. Она открывается 24 июня. Этот раненый снежный барс живёт в реабилитационном центре в регионе Иссык-Куль. Ещё маленькая Алсу потеряла часть лапы в капкане браконьеров. Директор центра говорит, что многих здешних леопардов изъяли у нелегальных торговцев на границе. «Центр был создан в 2002 году. Нашими первыми постояльцами были барсы Алсу, Багира, Колючка. Их хотели вывезти за пределы Крыгстана браконьерными путями. Но наши таможенники поймали их и к нам сюда привезли. И надо было их где-то держать. Поэтому создали наш реабилитационный центр». Заповедник спонсировала немецкая природозащитная группа НАБУ. Сотрудники здесь выхаживают животных и, по возможности, отпускают их в дикую природу. Но часто снежные барсы вынуждены оставаться здесь до конца жизни. Директор центра говорит, что 18-летняя Алсу и 10-летняя Колючка не могут выжить в дикой природе. Они не умеют охотиться. В 90-х годах прошлого века численность снежных барсов в дикой природе Кыргызстана сократилась всего до 100 особей. Главными причинами этого стали браконьерство и потеря мест обитания. Однако последние пять лет власти пытаются восстановить популяцию. Впрочем, природозащитники отмечают, что ситуация по-прежнему плохая. Те исконные места, где раньше паслись только дикие архары, маркополы, теке – те животные, которые как раз составляют основную кормовую базу. Сейчас отданы под пастбище, под джайло. То есть там пасутся бараны. Людей все больше, а дикому животному, как снежный барс, места все меньше и меньше. Как предполагается, сегодня в горах Кыргызстана обитает от 300 до 500 снежных барсов. В итальянской галерее Уфиццы представили 14 отреставрированных залов. А в них посетители могут увидеть шедевры художников Венеции и Флоренции 16 и 17 века. 105 произведений разместились на площади 1100 квадратных метров. Среди них творения Тициана и Тинторетто. Более 30 работ несколько лет не выставлялись для публики. «Тинторетто, Веронезе, Джорджоне, Тициан, Падаванино – работы всех этих великих мастеров снова выставлены на обозрение здесь, в Уфице, в новых просторных залах. Полюбоваться ими могут много посетителей. Раньше это было невозможно». Директор галереи говорит, что некоторые из самых известных шедевров Уфицы, в том числе Венера Урбинская Тициана, теперь лучше защищены. Кроме того, в галерее усовершенствовали освещение. Цвета обновлённых залов выбрали не случайно. Зелёный повторяет драпировку и гобелены, которые можно увидеть на многочисленных картинах венецианского ренессанса. А тёмно-серый дополняет работы флорентийской школы. Он также сочетается с цветом камня, из которого построена сама галерея. Огромную народную Мадонну Федерико Барочи поместили в колонный зал со светлыми стенами. Они создают атмосферу церкви. В этой же комнате находится коллекция алтарных предметов периода контрреформации. Общая стоимость реконструкции достигла 780 тысяч долларов США. Средства выделили частные доноры. Обновление длилось один год. Галерея Уфицы была основана в 1581 году. Она считается одним из старейших музеев Европы.